Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые зрители, мои друзья! Сегодня я еду с экскурсии в Гжель. Это несколько сел, объединенных под этим общим названием, расположились в Раменском районе Московской области, в 43 километрах от Москвы. Гжель – это особая техника. В Си-России, как и многие славянские промыслы, рождает она ассоциации с доброй сказкой. Я надеюсь, вам будет интересно, так как у многих из вас, я уверена, дома есть хотя бы один предмет к Желе, а у некоторых даже могут быть целые коллекции. В то время это было очень принято. И как приятно, когда ты знаешь историю к Желе и увидишь, как это все делается. Ну, я хочу сказать, особая прелесть – это сидеть за столом, сервированным этой посудой. Это настоящим произведением искусства. Обратите внимание на посуду. Здесь все оттенки лазури – от небесно-голубого до сочного-синего. Даже знаменитый Валентина настолько был восхищен к Желю, что создал невероятную коллекцию платьев, стилизованных под к Желе. Желе сегодня не теряет своей актуальности. Это также символ русской культуры. И напишите, пожалуйста, что есть у вас и какая часть посуды вам больше всего нравится. Поделитесь со мной. И я хочу сказать, что к Желе не только красиво в сервировке стола, но в сервировке стола она красива особенно. Но и ее также применяют для оформления кухонь, комнат. Вот сейчас это тоже стало очень модным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и так, начнем экскурсию. Мы с вами сейчас находимся в музее предприятия. Наше предприятие называется «Галактика-компания». «Галактика-компания». не может себе представить из Москвы, какой поток был людей и хотели купить именно эти изделия. Потому как у них же такого не искали. И Лилия Мезополевская, и Новика Грунхлевская. Вот они создают такие самовары. Далее производство развивается в традициях уже джельского промысла. А традиции, они таковы, что кормы должны быть обязательно такие вот деревенские, обтекаемые. И цветок, это самая главная традиция джельского промысла в центре. Каждое изделие, вот куда бы вы ни взглянули, вы везде... Немножко ставится наш фирменный знак. Это зеленый слон с кисточкой и название предприятия «Галактика Гжель». Вот именно этот логотип у нас существует с 90-го года. Значит, розовый фуксин. Многотип ставится до обжига. После обжига на водное изделие, которое прошло ОТК, на розовое изделие. Мы сейчас пройдем с вами на участок живописи и увидим, что на столах стоят уже все розовые изделия. Они проверены, готовы к росписи. Но, как правило, на этот розовый цвет у нас никто внимания не обращает, так как в печи он выгорает при высокой температуре. Затем уже мастер рисует цветок. Традиционно это джельская розочка, которая обрамляется растительными орнаментами, веточками и другими элементами. Все изделия расписываются по образцу, который нам утверждает Министерство культуры. На донышке мастер ставит свою фамилию. Если изделия высокохудожественные, сложные изделия, то можно увидеть две фамилии. И один из них достигается растяжка. Это плавный переход от темного до светлого оттенка. Это и есть профессионализм джельских мастеров. То есть кобальт используют во всем мире, и в Голландии, и в Китае. А вот именно московую роспись кобальтом используют только в Акжеле. Все это в связи с процессом химическим становится, приобретает все темное. Да, растяжка, да? Да, совершенно верно. Главное растяжка. Это уже по памяти, да? Как правило, мастера уже опытные, да, уже все образцы держат в памяти. Но у мастера свой почерк есть. То есть цветочек по цветочку можно определить, какой мастер расписывал изделие. Мастерская мунифарк. Мастерская мунифарк. Мастерская мунифарк. Вот и вся работа. Все зрелино поступают на участки. Потом все смотрят. А потом печень. Да, вот именно на этом участке видим, да, что в составе глазуя вода и глинистые материалы. Глин здесь нет, только кварцевый песок, фигматит и дологи. Вот эти твердые частицы оседают на поверхности изделия, вода впитывается, и изделия уже готовы к обжигу. То есть кобальт находится под глазурью, в печи глазурь расплавляется, становится блестящей. Это такая вот, получается, стеклянная поверхность, и уже рисунок будет проявляться. То есть глазурь придает изделию глянец. Если бисквит, вы знаете, что такое бисквит? Да. Это такая шаршавая матовая поверхность, а вот наши изделия, они блестящие, глянцевые. Именно вот этот глазурь и дает такой блеск изделию. Технологии много лет уже существуют, и с годами столько вот совершенствуются. Николай Моносов, он придумал базарику, и от него пошли. А в основном, у Китая, конечно. У Китая, там вообще ручки-то нельзя опять подходит. Вся конструкция вместе с кирпичами, по рельсам, вот по этим, идет печь. И в печи уже вот в этой печи при температуре 800 градусов. И сверху уже золото. А после золота уже ничего. Уже ничего. Все, изделия уже блестящая, красивая, золотая. Спасибо. А это для мобильного телефона, наверное, да? Это держатель для... вот тарелочку поставить. А в пятницу, в субботу, в воскресенье 5 градусов. Лучше минус от 10. А в понедельник уже все, 10. В основном их 11. Среда тоже 11. В пятницу уже 14. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok